Подождите, подождите. Вообще, в принципе, конечно, прекрасное было выступление, ну и юбилейное. Потому что мне жизнь-то у вас была не только усыпанная розами, но и то, что чуть ниже цветка. Вот я забыл действительно очень важное. Во-первых, о подарке. Это вам от отделения и от меня лично очень уникальное, но очень много достоинств в этом турнире. Один недостаток, очень тяжелый, да, весомый, весомый. Это уникальный атлас азиатской России. Но в России его, к сожалению, почти нет. Я с полным правом могу вам его дарить не только от отделения, но и от всей Алисе, потому что научный руководитель этого проекта. И еще по одной простой причине, что Сеулат Вячеславович был и сибиряком. И действительно очень многое было связано с Сибирью. Я уверен, во время наших разговоров, у вас тоже... Ну, Сибирь, она удивительная природа и люди. И мало как бы добрых, душевных таких чувств. Поэтому я вам дарю, но потом, Вячеслав Борисович, я попрошу, чтобы вы до машины. Ну, и от отделения еще цветы. Ну, Вячеслав Борисович как-то их подарил. Но я думаю, что у нас столько красивых, умных женщин. И Татьяна Николаевна, ну, может быть, вы вручите? Нет. Ну, мужчина-мужчине как-то... Ну, а логично это. Давайте... Вручим Светлане Леонидовне. Светлане Леонидовне. Светлане Леонидовне. Анатолий Пантелеевич, вот, с правой стороны. Браво. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Непростой. Рассказ о непростой нашей жизни, о жизни наших коллег старшего поколения, которые очень много сделали для нашей гуманитарной науки. Много желающих выступить, поэтому будем мы регламент подтверждать, уже как бы бюрократическая часть. Как считаете? Ну давайте до 7 минут. Нет возражений? Так, у меня есть список. Как будем мы по списку или по велению души? А, ну если люди записались тогда... Да. Челышев Евгений Петрович. Ну я не буду объявлять как бы все-все и вся, мы все друг друга знаем, коллеги. Уважаемый, дорогой Вячеслав Севорович, мне оставляет большое удовольствие поздравить вас и порадоваться тому, что вы вступили в когорту 80-летних. У нас, как вы знаете, в нашем отделении есть довольно много, и слава Богу, что они здравствуют, работают и ждут вас, когда вы присоединитесь к нам, к 80-летним. Когда перешагиваешь этот барьер жизненный, а мне это довелось несколько лет тому назад сделать, задумываешься, думаешь, ну, наверное, творческая жизнь все-таки завершается. Ты вспоминаешь вот такие фигуры, которые мы в детстве еще, в юности считали тряхлыми старцами, Рабина Роман Тогор, Лев Толстой, Вернард Шоу, все они были вот моложе меня вот сейчас эти люди все. Вот что интересно. Поэтому я, послушав ваше очень интересное сегодняшнее сообщение, когда вы много назвали имен, много интересных фактов привели из ваших встреч и по влиянию, которые оказали эти замечательные ученые на вас, на формирование ваших личностей, свидетельствуют о том, что вам еще много-много придется сделать, и мы будем очень рады слушать ваши выступления, читать ваши работы. А я скажу вам, что читать ваши работы и слушать ваши выступления всегда очень интересно и очень поучительно. Соглашаются люди или не соглашаются, вы ставите иногда вопросы такие, по которым идут споры, и это очень хорошо, это правильно. И поэтому я хочу сейчас вот в своем выступлении вот о чем сказать. О том, что мне довелось в моей жизни с вами общаться на очень разных направлениях нашей деятельности, но прежде всего я хотел бы, самое главное, что мне как-то вот врезалось в память, это 61-й год и моя поездка в Индию вдвоем с Фелодом Вячеславовичем Ивановым для участия в международном симпозиуме, посвященном 100-летию со дня рождения Робиндарна Татагора. Вот это была незабываемая поездка. Месяц мы провели вдвоем. Наше выступление в Доме науки, там Борец науки у них называется, а потом очень интересная поездка по Индии. Я, ну а до этого я был знаком уже с вами, если вы помните, кабинет Рериха и ваше выступление в кабинете, где я работал с Бабаджаном Гафуровичем, потом с Евгением Максимовичем, а тогда еще был Бабаджан Гафуровичем Гафуров. И вся вот эта вот молодежь, которые были вокруг вас, Елизаренкова, Глазов, Катигорский, все они, некоторые из них живы, и они стали крупными учеными. Это была вот та первая, как говорится, что проба сил в Институте Востоковедения, и вы отобрали действительно, это были выдающиеся ученые, и Талмут ходила туда, и вы их, я могу назвать очень много-много ученых, которые потом состоялись, и ваши творческие семинары были, для них чрезвычайно интересные. А что касается поездки в Индию, я потом имел счастье познакомиться с вашей матушкой Тамарой Владимировной, она пришла к нам домой уже после того, когда вот вскоре умер Вячеслав, Всеволод Иванов, и она принесла мне целый ряд таких своих записок, записок, которые делал Всеволод Иванов во время своего визита в Индию. Она издавала его дневники, и я помогал ей расшифровывать вот эти имена и названия, с кем он встречался, о чем шла речь, потому что мы с ним все время были вместе. Мы были связаны с Хаксли, я помню, Хаксли очень был близок к нашей компании, тоже были как бы он старейшие и наиболее такие главные гости, которые приехали на... Исаак Берлин был в этой же компании из Англии, и который, как вы знаете, стружил с Атматовым, как вы сейчас вспоминали. Многие имена, которых вы называли, они мне очень близки, потому что я с этими людьми был очень близко связан, особенно Николай Иванович Конрад, которого вы сейчас напомянули, это величайно был яркой личностью, то, что он был, то, что он влиял своим талантом, своей эрудицией, своим умением как-то зажечь и поддержать, так сказать, те идеи, которые возникали туда у нас, у молодых еще людей. Я с вами полностью согласен, что это действительно было огромное влияние на нас, на нашу молодежь, тех-всех замечательных ученых, о которых вы говорили. Я помню, у него была переписка в Стоимбе насчет этих монад, мы думали относительно развивающейся страны, можно ли их тоже, так сказать, причислить к этой монаде, это или что-то другое, и какие у нас были споры и дискуссии о Восточном Ренессансе, все это было в то время, незабываемое время, трудное время, но в то же время и интересное, это было становление нас как ученых. Я хотел бы вам пожелать от своего имени человек, который прожил немалую жизнь и много лет, и много раз общался, встречался с вами, вспоминаю, как мы с вами ездили вместе в генеративную ростовую по Германию, по-моему, в Мюнхен, там была конференция, где участвовал Балашов, вы, по-моему, я и кто-то еще, вот я, по-моему, и Федин артильер, если я не ошибаюсь, была наша делегация, ваши блестящие там выступления на нескольких языках, когда вы всех поразили своим знанием, вот так сказать, и показали, что вы владеете и немецким, и английским, и, если нужно, каким-то другим еще, полемизируя там по тем проблемам, которые, по-моему, по сравнительному литературу ведения была конференция, это было очень давно, по-моему, это еще было в начале 60-х годов тоже, я очень рад, что мы с вами много лет работаем вместе, что наши связи с вами и общение всегда бывают исключительно интересными, благотворными, и хочу пожелать вам и вашей очаровательной супруге Светлане Леонидовне еще многих лет творческой жизни, работы и новых совершений в вашей науке. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Михайлович, мы с добавлены. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Вячеслав Всеволодович, примите и наши самые сердечные поздравления в этот день. Мы не устаем восхищаться и широтой ваших интересов, и глубиной той перспективой, которая возникает при чтении ваших трудов, посвященных различным проблемам. Мы как могли в этом адресе, который сейчас у меня в руках, попытались рассказать о нашем понимании ваших трудов в этих различных аспектах. Я не хотел бы сейчас обременять вас чтением этого текста, но хотелось бы мне только сказать, что мы ценим вас не только как выдающегося ученого, но и как человека, продолжателя лучших традиций русской интеллигенции, как человека высокой нравственной отваги и безупречной порядочности. Мы желаем вам доброго здоровья и неослабевающей творческой энергии. Мы счастливы, что можем слушать вас, читать ваши труды, быть вашими современниками. Ну и надеемся, что и наши труды вы можете тоже читать. И надеемся на то, что наши труды находят отклик, ваш отклик. Ну вот некоторые книги из недавно изданных нашим институтом. Николай Николаевич Казанский. Дорогой Вячеслав Силович, я хочу поздравить от имени Института лингвистических исследований, в котором все помнят, как еще когда только начиналась ваша работа над книгой «Индоевропейский язык и индоевропейцы», состоялся один из первых ваших докладов, тогда директором еще была Агния Васильевна Десницкая. И сотрудники Института лингвистических исследований просили передать вам и свое восхищение, и самое главное, пожелание здоровья. Мы все ждем продолжения ваших трудов. У меня вот мы приготовили небольшой подарок и правильно угадали из того небольшого числа книг, которые я вот привез с собой. Один представляет собой метрический справочник. Вячеслав Силович упомянул о своем докладе по метрике. Другой представляет собой описание алиутского языка. он тоже упоминался даже вот в той части. Все остальное, чем занимается целый институт, тоже здесь находится. И вот Вячеслав Силович, как-то я думал совсем другое сказать более более человеческими словами. А сейчас я понял, что плохо подготовился и что у нас нет настоящего подарка к вашему 80-летию. То, что мы сегодня услышали от вас в качестве доклада, наводит на мысль о том, что таким подарком могло бы быть только составление истории и филологии в России. И мне кажется, что будет абсолютно правильно, если под руководством Вячеслава Всеволодовича, под его редакцией, будет создан такой том. И в качестве вот такого подарка невидимого, вот обещание помочь в меру сил в этом начинании, если Вячеслав Всеволодович взялся бы его возглавить, вот мы готовы, не только я, но и весь институт, естественно, вместе с другими. Неделю тому назад была конференция совместная российско-германская по истории классического образования в России. Боюсь, что не только по части классического образования, но и по части филологии вообще мы, к сожалению, знаем недостаточно. И, Вячеслав Всеволодович, большое вам спасибо за то, что вы напомнили, что вот эту историческую память о самых, может быть, славных страницах русской филологии XX века, это необходимо собрать. Я уверен, что все мы это можем сделать. Еще раз от всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем, здоровья вам, сил и творческих успехов. Последнее это шкурное. Все мы в этом заинтересованы. Спасибо, Николай Николаевич. Прекрасный подарок. Работы лет на 5-10. Как минимум. Уважаемые коллеги, ну так как подарок Николай Николаевич вот сделал, Вячеслав Всеволодович, этот подарок, конечно, необходимо издать. Поэтому, Владимир Иванович Васильев, вам слово. Слен-корреспондент Российской Академии наук, генеральный директор издательства наука. Я не помню, как оно теперь называется. И слава Богу, хорошо. Тем более, что в данном случае у меня есть поручение поздравить нашего юбиляра от имени научного совета Российской Академии наук и истории и мировой культуры, где Вячеслав Всеволодович играет большую роль. Он возглавляет две ключевых комиссии. Это комиссия по антропологии культуры и комиссия по изучению творческого наследия. У нас вообще всеядный юбиляр. У нас и мировой культуры в МГУ занимается институтом. Как видите, ведет серьезные комиссии в институте в научном совете истории мировой культуры. И очень-очень-очень-очень многое делают. Это мы хорошо знаем, мы учимся, стараемся в чем-то вас копировать. И мои коллеги по научному совету поручили вам подготовить небольшое, поручили вам вручить небольшое привестие. Я не думаю, сейчас необходимость засчитывать все его полностью, ибо всем совершенно очевидно, что мы сегодня участвуем одного из самых ярких представителей российской культуры, человека, которого знает, наверное, весь мир. Единственное, что бы мне хотелось, кстати, 30 лет почти, вы скоро, помните, вы или нет, вы труетесь бок о бок с нами в научном совете. одни из крупнейших научных советов при президенте Академии наук, в котором 37 творческих комиссий, 7 направлений, сотни людей межрисциплинарные, межведомственные. Совет практически единственный орган, который в какой-то мере выполняет роль института, собирающего все силы и учебных заведений, и институтов, отраслевых институтов, академических и так далее, и так далее, и так далее. Мне бы хотелось только один абзац с вашего разрешения, зачитать из этого адреса. В этом году вам исполнилось 80 лет, но по мнению ваших многочисленных коллег и друзей, это отнюдь не осень патриарха, а весна, пиршество духа, торжество разума, об этом свидетельствуют ваши обширные планы, многообещающие и обнадеживающие для всего гуманитарного знания. Но поскольку уже Анатолий Павлович сказал, что мы должны сделать еще и как издатели подарок, мы естественно его сделаем. Не только то, что предложил Николай Николаевич издадим, но у нас в работе находится книга, где много статей В. Савсевовича, это издание посвящено юбилею, и оно в работе, надеемся, что мы в ближайшее время сможем его подарить. Самые-самые добрые поздравления, самые-самые добрые пожелания, чтобы мы чаще видели ваши труды. Доброго здоровья. Спасибо. Разрешите предоставить слово ректору Российского государственного гуманитарного университета Ефиму Осичу Пирова. Пожалуйста. Большое спасибо. Ну вот только что предыдущий докладчик отметил разносторонность нашего юбиляра. Хочу сказать, что и в рамках Российского государственного гуманитарного университета В. Савсевович тоже ведет очень большую работу. Он является директором нашего института Русско-Антерболевская школа. Которая уже несколько лет ведет очень интересный поиск синтеза гуманитарного знания, поскольку именно в рамках этих программ реализуется соединение на современном уровне направлений и филологии, и истории, культурологии, и антропологии. И мы, конечно, очень рады, что в наших стенах трудится такая личность, которая, конечно, своим примером стимулирует, что ли, молодое поколение, приходящее в ВУЗ, демонстрировать все, что они могут продемонстрировать в лучших своих проявлениях. я рад, что мы провели достаточно интересную сессию, посвященную этой проблематике в рамках РПГУ. Она проходила совсем недавно. Вячеслав Силович продемонстрировал свою разносторонность очень выпукло. Там было много молодых студентов, преподавателей, аспирантов, что тоже очень важно. И, конечно, мне хотелось бы еще раз поздравить его с юбилеем и пожелать по-прежнему монстрировать такое молодое отношение к профессии, к творчеству, поскольку он этим своим настроением зажигает наших молодых гуманитариев. Я еще хотел бы сказать, что здесь сегодня прозвучало такой интересный жанр. Это были подготовленные, частично продуманные, но как у историка это напоминает жанр устной истории. Это были как бы мемуары, живые устные мемуары. Хочу сказать, что вообще устная история это один из очень перспективных направлений в современной историографии. И, конечно, то, что мы сегодня услышали, это прекрасный пример такого материала. Хочу сказать, что мы даже провели работу аудиовизуальную, у нас есть небольшой документальный материал, который наш центр радиовизуальный создал. Благодаря помощи и участию Мишлава Всеволодовича, мы его демонстрируем в учебном процессе, и он практически уже стал таким, ну, каким-то, я бы сказал, таким наглядным пособием для преподавания не только в Москве, но и по всем регионам, поскольку в РГГУ есть целый ряд, так сказать, небольших филиалов в разных регионах, где, конечно, это живое слово крайне важно и ценно. И поздравляя Мишлава Всеволодовича, я хотел бы пожелать ему продолжать с нами сотрудничество, я понимаю, что он крайне занят, но все-таки молодежь очень благодарна тому, что он выделяет ей внимание, и мы считаем, что это одна из самых выдающихся личностей, которая родится сейчас в стенах Российского государственного комитета университета и, конечно, в коллективе отделения истории философии наук. Поздравляю еще раз. Продолжите предоставить слово Татьяне Николаевне. Татьяне Михайловне Николаевне, я все время вас 65 лет, то буду говорить слышно? Нет? То я буду говорить очень мало. И я скажу так. Во-первых, веселая о Николаевиче Конраде не мрачная, а это образ прежнего академика, пусть меня поймут правильно. Он был членом редколлегии журнала «Вопросы из-за кознания». Я подала рецензию, рецензию, мне было 24 года. Он пригласил меня домой, поил чаем, потом подал пальто, вывел к лифту, вызвал лифт и убедился, что я уехала на лифте. Это образ прежнего академика. Теперь я скажу про Вячеслава Всеволодча. Вячеслав Всеволодч знает так много, что когда дурочки телеведущие задают ему вопрос «А сколько языков вы знаете?» то слушать их смешно. Больше ничего не скажу. Скажу только напоследок, что трудным моментом было выбрать Вячеслава Всеволодчу подарок от нашего отдела. Моя дочь меня спросила «А что он любит? А вкусы у него какие? А что бы вот он хотел? Какие вкусы?» Я долго думала, думала и наконец придумала. Он любит то, чего он еще не знает. И на этом я кончу. Виктор Алексеевич Виноградов, пожалуйста. 80 лет Вячеславу Всеволодовичу исполнилось в августе, но ощущение праздника все остается и длится. счастлива Россия, в которой рождаются и творят такие гиганты науки. Невозможно перечислить все проблемы, которыми занимался и продолжает заниматься Вячеслав Всеволодович. Самая первая работа, посвященная судьбе индоевропейских корней в Клинописном Хецком, уже была отмечена многогранностью энциклопедичностью, а вышедшие в 60-е годы монографии «Хецкий язык», общая индоевропейская, прославянская и анатолийская языковые системы значительно стимулировали развитие отечественной хитологии и сравнительного языкознания, в области которого российская компаративистика занимает лидирующие позиции в мировой науке и в этом немалая заслуга именно Вячеслава Всеволодовича. Его труды по лингвистике, по семиотике, по нейролингвистике, антропологической лингвистике, литературоведению, его переводы необычайно популярны, читаются и специалистами, и просто образованными людьми. А бесценные воспоминания о великих деятелях культуры выходящие в последние годы сами стали документами эпохи, отмеченной не только научной, но и организационной и общественной деятельностью Вячеслава Всеволодовича, который благодаря своей нравственной и гражданской позиции давно стал образцом русского интеллигента патриота. Своей разносторонней деятельностью Вячеслав Всеволодович способствует тому, что 21 век на наших глазах становится веком гуманитарных наук. Дорогой Вячеслав Всеволодович, редко так бывает, чтобы один человек сочетал в себе такое огромное количество научных и человеческих качеств. Вы именно та неординарная талантливая личность, которой суждено собирать вокруг себя людей, культуры, не обращая внимания на границы между государствами и науками, обходя многочисленные бюрократические припоны. Для Института языкознания, от имени которого я вас поздравляю, вы, Вячеслав Всеволодович, не только неформальный член научного коллектива, но и лидер во многих направлениях, развиваемых в Институте. И многие из нас считают себя вашими прямыми или заочными учениками. Институт языкознания поздравляет вас и желает вам здоровья и той необычайной творческой активности, которая так характерна вам все годы. Большое спасибо. Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Продолжите предоставить налегке, потому что я мог бы принести еще пару ящиков таких, но как-то мы подумаем как бы иначе, чтобы Вячеслава Всеволодовича не загружать вот здесь на этом юбилее как-то иначе. У нас тоже кое-что приготовлено. Спасибо. Залежите предоставить слово Виталий Всеволодовичу Наумкину директору Института Востоковедения. Уважаемый Вячеслав Всеволодович, коллектив Института Востоковедения поручил мне передать вам самые искренние добрые пожелания от нашего Института, с которым, как сказал Евгений Петрович, уже с вами связывают очень тесные узы. Я бы сказал, что та когорта специалистов, востоковедов, которая дружила с вами и выросла на ваших трудах, на вашем вкладе в науку, она оставила большой след в нашем Институте. Уже несколько поколений ученых считают вас, видят вас, живую легенду гуманитарной науки. И еще одно это то, что вот ученые моего поколения, которые были аспирантами на рубеже 60-х, 70-х годов, я помню, как, включая меня, я помню, как вот эта группа людей была, испытывала особо острый интерес к семиотике, к семиотическим исследованиям. Я помню эти тартовские сборники знаменитые, и тогда вот наше поколение считало, что вы занимаетесь чем-то совершенно божественным, недоступным другим. И сегодня, когда вы выступали, я подумал, что вы сегодня являетесь воплощением той культурно-исторической памяти российской гуманитарной науки, которая очень всегда нужна. Я не буду зачитывать это длинное поздравление, где много всего хорошего написано, и прочитаю только последнюю фразу, которая очень важна, где сказано, что во всех видах и сферах своей деятельности вы всегда отстаиваете независимость творческой мысли от любых видов конъюнктуры. Самые добрые вам чувства от наших востоковедов, неиссякаемой вам энергии и новых творческих свершений. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Виталий Вячеславович. Разрешите предоставить слово Александру Борисовичу Кудееву. Пожалуйста, Александру Борисовичу. Меня пользуются близостью юбиляра. Хотел бы тоже несколько слов сказать. Здесь ни разу еще не говорили, я хотел бы об одном качестве Вячеслава Силовичу сказать. Это очень хороший товарищ и друг для тех коллег, для тех людей, с которыми его связала судьба. Я просто знаю по нескольким людям. В этом году ушел из жизни Павел Александрович Гринцер, который для меня был очень близок и прочее. Вячеслав Силович тоже. Так вот, это настоящий близкий друг. Я скажу по одной простой вещи. Вот к Вячеславу Силовичу обращались, когда есть, ну, знаете, когда фестшрифт какие-то издаются и прочее. Я не помню случая, чтобы Вячеслав Силович отказался написать статью в честь кого-то из ученых-коллег, кого он действительно по-настоящему уважает. Не было такого случая. При всей занятости и прочее, где бы он ни находился, находится он в России, находится он в США, еще где-то, он пишет обязательно всегда. Это замечательная вещь совершенно. В этой связи я хотел бы тоже вот подарить небольшое востоковедное сочинение руководствуясь тем, что сказала Татьяна Михайловна Николаева. Быть может, Вячеслав Силович не знает. Но опять-таки я вот сейчас подарю маленький отрывок, перевод из жизнеописания пророка Мухаммада. Это текст 7, 8, 9 века. У него многословный текст. Но есть некоторая опасность. Я дарю с опасением, потому что я с надеждой дарю, что Вячеслав Силович не знает, а потом через неделю или там, скажем, в следующей встрече он скажет, Александр Борисович, вы знаете, вы, конечно, перевели ничего, но вы знаете, вот в немецком переводе 1869 года вот этот пассаж, мне кажется, точнее был переведен. В французском переводе такого-то года я тоже скажу. Вот, вы знаете, тоже мне думается все-таки точнее, потому что вы имели неосторожность вот в этом вашем русском переводе дать и арабский текст в конце по хорошим изданиям. И когда я стал сличать, мне все-таки кажется немецкий перевод точнее. Опасаясь этого дела, я все-таки вам дарю эту книжку, Вячеслав Силович, с тем, что вы будете все-таки к нам относиться так. Это делали востоковеды, значит, завкафиты арабской филологии из Московского Государственного университета, ваш покорный слуга и моя ученица подготовила критический арабский текст. Вот мы вам тут подписали и все. Скромный, маленький подарок вам. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, как бы список, а теперь от души, кто желает выступить. Пожалуйста. Есть желающие. Я вот у Константин Владимировича спросил, он говорит, да мы, говорит, с двух часов поздравляем. Это не первый день. Да, Эфим и Восифович, они действительно провели прекрасную конференцию. Великолепно прошли вот поздравления и мероприятия Московском государственном университете. И, конечно, у Вячеслава Всеволодовича очень много качеств. Не только как выдающегося ученого, но и вот именно человеческих качеств. И, мне кажется, одно из самых главных, что Вячеслав Всеволодович, он учитель ну как минимум двух поколений российских гуманитариев и не только российских гуманитариев. Конечно, мы не будем забывать очень непростые сложные 90-е годы. Они, конечно, у каждого из нас оставили свою память, свое восприятие этих лет. Но, вот, будем говорить академическое, академические избранники и состав народных депутатов и потом в 95-м году депутатом Верховного Совета СССР это было, конечно, самое яркое, представители нашей российской академии. И здесь не только Андрей Дмитриевич, но и мы гордились Вячеславу Севозовичу. Уважаемые коллеги, кто желает выступить, пожалуйста. Я думаю, что еще будет не одно поздравление Вячеслав Севозович. Это пожалуйста, Владимир Антонович. Спасибо. 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 Я просто вспомнил первые дни знакомства моего с Вячеславом Севозовичем. Это знакомство произошло в поселке или деревне скорее Кожла-Сала Марийской Республики, где я учительствовал. Учительствовал почему? Меня интересовало финно-угорское языкознание, поскольку мне уже было понятно, что оно все-таки финно-угорские языки явно родственны индоевропейским. Ну, это было ясно уже по ну, по первых грамматиках, грамматикам, которые были изданы в это время. Наконец-то у нас разрешил здесь сравнительно исторические исследования, появилась грамматика Бубриха, появились другие материалы. вот. Но я, конечно, интересовался больше мордовским языком, но места там не было, меня отправили в Марийскую республику. В аспирантуру мне, конечно, рекомендации не дали, потому что я чего-то я сболтнул, видимо, не то, что надо было. Будучи уже в Марийской республике, я послал несколько писем относительно в разные университеты с вопросом, есть ли прием в аспирантуру по индоевропеистики. Все ответы были того рода, что никаких приемов по индоевропеистики не будет, и вдруг мне пришло большое письмо, оно до сих пор лежит у меня в папке, от Вячеслава Вселучеребанова, где очень подробно указывалось те данные, которые необходимы для того, чтобы работать по индоевропейскому языкознанию, в том числе то, что все три европейских языка нужно знать и читать литературу на этих языках, и давалось несколько работ, в которых обнаружилась потом очень обширная библиография по ларингальной гипотезе, о которой я как раз и писал в свое время. Вот. И с этого момента, в общем, в течение года у нас велась переписка, по-моему, несколько мы писем послали друг другу и получили. Надо сказать, что когда я выписал соответствующую литературу, которую рекомендовал Вячеслав Стеалович, оказалось, что я действительно сразу ознакомился с обширнейшей библиографией и штудировал ее в течение этого года, я смог поступить в аспирантуру Московский университет. Тут были трудности, конечно, большие, потому что я не мог запомнить, сколько я должно было по постановлению последнего пленума нанести общество кур в советских колхозах и получил тройку по истории партии. почему-то это количество яиц имело какую-то партийно-историческую и историческую партийную важность. Поэтому только благодаря тому, что Вячеслав Селыч сходил в министерство и потребовал, чтобы меня приняли, я стал его первым аспирантом. И вот сейчас перебирая свои работы, направления своего исследования, я поражаюсь, что в общем-то те проблемы, о которых мы говорили с ним при первой встрече, мне пришлось сейчас решать как-то. Они были как-то намечены именно в результате первых первого часа или двух часов разговора с Вячеславом Селычем. Я думаю, что с такими воспоминаниями может в какой-то степени выступить любой из аспирантов. Я был первым аспирантом Вячеслава Селычем. Вот. Это в общем-то конечно свидетельство очень высокого педагогического уровня. Уже тогда еще аспиранта Вячеслава Селычем Иванова. Вот. Ну, когда я приехал, он уже защитил кандидатскую и я присутствовал на защите докторской, но которую ему не дали. Вот. Там какая-то в общем получилась министерская накладка или что, баковская, баковская это называется. вак не вякнул. Вот. Ну, извините, но мне просто очень захотелось вспомнить об этом времени и сказать, насколько я помню это и благодарен. Вячеслав Всеволодович за этот праздник. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Есть желающие выступить, уважаемые коллеги. Вы знаете, вот Вячеслав Всеволодович и в 90-е годы давал много блестящих интервью и вот в последнее время ему часто задавали вопросы о его планах. И вот как бы вот для историков науки возьмите 90-е годы интервью и то, о чем говорил Вячеслав Всеволодович о своих планах и практически все, о чем говорим, он выполнял. Вот последний, скажем, год он также много говорил о своих планах. Николай Николаевич еще поставил одну маленькую задачу написать 10 томов, 10, да? Не уложиться, да. Вот и как я вижу, Вячеслав Всеволодович, для того, чтобы выполнить все эти планы, ну, по крайней мере, 30-40-50 лет вам еще потребуется. поэтому, да, спасибо большое всех выступающих, это было искренние слова от души, от сердца, и все, что говорили абсолютно справедливо, я думаю, что вот от всех вас выразить наше общее пожелание, наше общее мнение, наше общее требование Вячеслав Всеволодович. Во-первых, выполнить все обещания, которые вы давали, и, конечно, еще много-много-много-много-много-много-много лет радовать нас своими блестящими работами в области языка, филологии, культурологии, очень широкой антропологии, ну и, конечно, истории и многого другого, и, конечно, не забывать об археологии. И, конечно, бы хотелось попросить и пожелать Вячеславу Всеволодовичу беречь здоровье Светланы Леонидовны, а Светлане Леонидовне также беречь здоровье и заботиться о Вячеславе Всеволодович. Давайте поблагодарим Светлану Леонидовну. Ну что, дорогие друзья, конечно, расставаться очень как бы печально, жалко, но Вячеслав Всеволодович, спасибо вам огромное, что вы уделили нам вот эти вот минуты, эти часы и любое общение с вами глаза в глаза и по телефону для каждого очень памятное и приятное. Спасибо огромное. Здоровья вам. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Спасибо вам. Здоровья, самое главное спасибо. 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 Спасибо.